Протезы Протезе кисти для меня важно то, что он не ограничивает в меня в естественности. Я могу поворачивать предпечья, лучевая кость, не зафиксирована и подвижна. И таким образом я могу двигать запястье, и кисть сама по себе не слишком тяжелая. В развитии протеза в кисти интересно то, что оно никогда не будет полностью завершено. Можно работать с самыми современными имеющимися технологиями и решать еще более сложные задачи, стремясь восстановить человеческую руку. И развитие было бы закончено, если бы действительно удалось воссоздать руку такой, какой вы ее знаете, один в один, что с сегодняшней точки зрения пока еще не достигнуто. С одной стороны, нужно непосредственно работать с людьми, можно увидеть, как технологии оказывают влияние на повседневную жизнь. Можно наблюдать, как небольшие технологические изменения способны оказать очень большой эффект, в конце концов, делают жизнь проще. И тогда появляется еще одна сторона вопроса, которая делает протезирование таким интересным. Очевидно, что это совокупность противоречивых качеств, которые должны в результате объединиться. Например, рука должна быть очень легкой и в то же время очень прочной. Она должна быть очень быстрой, несмотря на это, очень тихой и работать очень энергично. Это означает, что фактически необходимо построить автомобиль Формулы-1 с таким же потреблением топлива, как у небольшого автомобиля, и одновременно с этим построить что-то недорогое и состоящее из прочных материалов. То есть все противоречия должны быть объединены, что представляет собой довольно нетривиальную задачу, которая делает протезирование еще более интересным. То, что мы видим здесь, это детский протез, который рассчитан на возрастную группу от 5 до 15 лет. Сначала у нас была 3D-модель кисти 12-летнего ребенка, что послужило нам в качестве эталона при проектировании протеза. Важно было воспроизвести анатомические формы и пропорции кисти. Кроме того, PTC Creo помог нам оптимизировать вес и смоделировать движения. Другой важный аспект – это, конечно, эстетика. Интерфейс Skyfer помог нам оценить различные проектные исследования. Винсент Янг состоит из смеси различных легких и прочных материалов. Конечно, при работе с 3D-системами автоматизированного проектирования важна стабильность системы. И в этом нам помогла рабочая станция HPZ-440. Это мощная машина, да, на ней очень здорово работать. Чтобы понять, о чем идет речь, когда мы говорим о протезировании, нужно посмотреть еще и на старые протезы. То, что мы видим здесь, это надежность и функциональность. Такой протез является ультралегким, работает без электричества и дает возможность брать очень деликатные вещи и взаимодействовать с прочными и тяжелыми предметами. Для нас это все еще является эталоном того, чего мы хотим достичь в разработке очень сложного протеза. То есть мы конструируем кисть, которая выглядит превосходно с точки зрения эстетики, обладает высокой подвижностью, прочностью, легким весом и долговечностью. Но и на этом развитие не закончится. И тут, конечно, многое играет роль. Это и наука о материалах, и технологии изготовления, и вычислительная техника для предварительного моделирования вещей, и эффективные кат-программы, которые позволяют нам моделировать вес, движение, рендеринг, все то, что вы можете себе представить. В этом на самом деле заложен огромный потенциал, и это действительно наше будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok